Первый пункт в рабочем расписании международной делегации – Брестская крепость-герой. Священным для каждого носящего погоны человека мести, правоохранители возложили цветы к вечному огню. В память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. И как символ того, что мы помним. А несгибаемость, честь и сила советских солдат передалась нынешнему поколению людей в погонах. Сегодня проходит 20-й юбилейный конкурс профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны. На эти мероприятия приглашены наши близкие друзья и гости со служб охраны стран Российской Федерации, Киргизии и Таджикистана. Мы перенимаем друг у друга опыт охранных функций, потому что любое вооруженное формирование отвечает своей стране за безопасность и мир. И сегодня мы находимся в Бресте, в этом знаковом месте, для того, чтобы совместно бывшим союзным государством отдать дань памяти погибшим воинам, которые защищали всю нашу большую страну. С работой Департамента охраны в Бресте делегация ознакомилась в московском отделе. Современные технологии, усовершенственное видеонаблюдение и системы контроля доступа, интерактивные ситуативные тренажеры для сотрудников. Высоких гостей было чем удивить. Не обошлось и без демонстрации работы кинологов. Грациозные овчарки, многие из которых выведены в питомниках Департамента охраны возрастом от нескольких месяцев до 3,5 лет, продемонстрировали навыки поиска, сопровождение сотрудника при обыске здания, а также задержание преступника. Впечатляющий уровень автоматизации и технологической оснащенности – вот что можно сказать о самом большом по территориальному охвату отделе в республике. Он же уникален своим расположением в спальном районе и условной специализацией. 30% от всего охраняемого имущества – одноквартирные жилые дома. Это наталкивает на вывод, что у сотрудников Департамента охраны московского отдела работы много и всегда нужно быть на чеку. А накопленным опытом приятно и полезно поделиться с коллегами. Мы участвовали в открытии 20-х игр подразделений Департамента охраны Беларуси. Очень хорошие впечатления у нас. Мы как раз обмениваемся опытами друг друга. И это очень хорошие ребята. И отлично собаки выполняют все, отлично отрабатывают свои задания. Но вот слов нет. Прибыль мы сюда по приглашению белорусской стороны на 20-й открытый смотококурс профмастерства, который нам посчастливилось увидеть определенную стадию в городе Минске. Завтра будем смотреть заключительные финальные соревнования, смотреть победителей, поздравлять. Поездка наносит характер ознакомительный. В том числе посетили ряд подразделений. Очень хочется поблагодарить руководителя Департамента охраны, генерал-майору милиции Шепелева Александра Савиславовича, за оказанный радушный прием, за возможность посетить памятные места, подложить венки, отдать дань памяти и уважения своим дедам, прадедам, тем, кто стоял на страже, на защите. С теми же самыми функциями сейчас и наше министерство, и Министерство Республики Беларусь работает. С основной задачей у нас защита имущества граждан, поддержание честного порядка. Что касательно специфики работы, практически особых отличий нет. А мы, понятно, что наследие все осталось после Советского Союза, задачи, функции все те же самые. Ну, какие-то особенные моменты по приборной технике, по извещателям, я так думаю, что это через профессиональные этики вопросы оставим. А в принципе, нравится, как организована служба, как организован быт, как организовано вообще взаимодействие, сил, структур. Уже посетили мы уже не один отдел, не одно подразделение. Эмоции хорошие, положительные. Василий Набуцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.